Добрый вечер Игорь Николаевич Да, и маму, и отца рисовал Ну, в общем-то, были у меня какие-то задатки в этом отношении, которые я, в общем, не стал развивать, поскольку у меня интересы Вот мы видим картину «Ваш отец» вот лежит на кроватке, да Да, на диване На диване, вот он, да, это ваш папа Похож на Хрущева Да, на Хрущева Да? Что-то есть Интересно А сколько вам было лет тогда, Игорь Николаевич? Ну, я не помню, сколько у меня-то лет было Так сказать, он лежал как-то, я взял карандаш Я же никогда нигде не учился А просто, так сказать, взял и нарисовал 58-й год 58-й год, да, 58-й год А, там написано, да, но тем более Игорь Николаевич, вы не могли бы мне сказать, у вас были в роду люди, которые тоже занимались точными науками? Нет, не было У меня, значит, в роду по линии отца, это, ну, в интернете можно найти, открыть древние дворянские роды И там Острецовы значатся Ну, если вы, например, поедете по Симферопольскому шоссе через Серпухов Переедете Аку То километров через 15 слева там будет деревня Острецово тоже То есть в Рязанской и в Тульской области Но основные были, в общем-то, в Рязанской области Вот А по линии мамы Там история сложнее была Значит, у них тоже дворянский род был Значит, вот Мамин брат Всю родословную очень легко найти в интернете Если набрать Пуртова Барто Моя двоюродная сестра Ей в 19-м году исполнилось 100 лет Она была главврачом центральной больницы в Сургуте И весь Сургут отмечал ее юбилей очень широко И в интернете эти материалы есть А жена-то она была на племяннике Агнии Барто Поэтессы А ее отец А еще не вообще тройственная фамилия была Потому что Ее отца Как его звали Пьер Пуртов Вот покажи его фотографию Вот он он С женой Он был В колчакских войсках И в 1932 году Был расстрелян Поэтому От его фамилии все прятались Все разошлись И она вторично вышла замуж Его жена И Сменила фамилию И отчество И поэтому Разбрелись по всей стране родственники Но Всю вот родословную Сегодня уже можно просто посмотреть В интернете есть и по линии отца И по линии мамы Игорь Николаевич Ну вот все-таки Вы долгожители И это нас очень радует Потому что Генетика у вас такая Раз у вас такие родственники Ну вот я говорю Что Сестре Двоемный 100 лет Всполнилось В 19-м аж году Да Вот эта фотография Интересная На это Я в первом классе Вот справа От Классного руководителя Это Нина Николаевна Она кстати была Классным руководителем Лужкова Лужков В нашей школе Тоже учился Вот справа Это как Вот когда мы вот так смотрим Ну вот прям Как смотрите Правую руку поднимите И справа Это я сижу А вы улыбаетесь там Да Да Понятно Когда я еще не болел И часто улыбался А сейчас вот Меня вот легкие посадили И я Вынужден Постоянно харкать Игорь Николаевна Когда вы в школе учились Какой предмет Вам больше всего нравился Точные науки Или там Ну да Значит Примерно там Седьмого класса Я уже полностью осознал Что у меня тяга Точным наукам Мы ездили Тогда были Очень хорошие Кружки И по физике И по математике В университете Московском Тогда как раз Вот только построили На Ленинских горах И мы туда Постоянно Ездили С моими Двумя друзьями Это Савва Мщиков Известный Как его зовут Реставратор Всея Руси Ему памятник В Кове Поставлен Надо было тоже Наверное Сфотографировать Его показать И Юрка Баринов Который К сожалению Очень рано Умер Поскольку Он работал На реакторах У него Рак головного мозга Был Совершенно Жуткий Интересно Эти фотографии Мы в пионерском Лагере Мама там была Директором А здесь Она Где-то На работе А мама Где работала У вас Игорь Николаевич Она работала На заводе Он назывался Завод Приспособлений Там рядом Был детский сад Куда мы ходили Это На Кожевнической Улице Это рядом С Павелецким Вокзалом Она Идет Кожевническая Улица Сюда К Новоспасскому Мосту Потом Дербеневская Улица Которая Вела К Павелецкой Набережной Там наша Школа 579 Находилась Недавно Меня туда Приглашали И я Там сейчас Колледж И я там Детям Рассказывал Тоже Как мы В той школе Учились Собралось Много народа И Была Достаточно Интересная Встреча Игорь Николаевич Вы о своем Детстве Думаете Что оно Было Счастливое Детство Или были Трудности Какие-то Нет Оно Было По факту Очень Сложным Потому что Отца Перед Самой Войной Командировали На работу Среднюю Азию В 70 километрах От Ташкента Мы Находились Там Такое Село Солдатское Вот Отец Слева На фотографии Его Отправили Значит Туда На работу И Там Родилась У нас Еще одна Моя сестра У меня Была Сестра Ира Которая Год на полтора Старше Меня И Ниночка Родилась Но она Там Умерла Во время Войны И отца Оттуда Взяли На фронт И мы Вернулись В Москву В 46 Году И Я Тогда Сразу Не мог Пойти В школу Потому что Квартиры Если Был Взят Не из Москвы На фронт Не возвращали И мы Поселились Вот В бараке На Второй Втором Павелецком Проезде Там Такой Хлебзавод Большой Был Вот И школа Очень Хорошая Ну Поэтому Первые Годы Мы Конечно Жили Достаточно Тяжело Я Только Мы Переселились В Коптево Это Было Когда Я Уже На Фистех Поступил И Утром Я Уехал С Павелецкой Набережной А вернулся В Коптево Там Нам Дали Квартиру Да Это Вот Примерно Фотографии Тех Времен Понимаете Что Мы Не знали Другой Жизни Она Действительно Была Достаточно Сложной Но Тем не менее Детские Радости Они Всегда Нас Сопровождали Сейчас Дети Там Играют На Всяких Площадках А Все А Я Вот В этом Селе Солдатском Ходил Воровать Костру В Трехлетнем Возрасте Взрослый Чтобы Дома Подтопить А Костра Горала Вообще За Несколько Секунд Буквально Там Мешок Принесешь Она Как Порох Горела Вот Взрослые Очень быстро Набивали А Мне Так Быстро Набивать Не удавалось Но Тем Не Менее Радости Тоже Было Очень Много Потому Что В полях Росли Арбузики Такие Очень Маленькие Которые Мы Мы Собирали Виноград Там Все Но Все Мы Добывали Сами Все Время Потому Что Мама Отец На фронте Мама На работе Во время Войны Рабочий День Был Длинным А мы Предоставлены Сами Себе И Полностью Заботились О себе Вот В Москве Тоже Жили В бараках На Павелевской Наверной Я часто Там Сейчас Проезжаю Там Уже Естественно Все Снесли Бараков Нет Все Застроено Ну И Там Тоже Достаточно Много Интересных Событий Был Мы Дружили С Саввой Он Тогда Стеснялся Этого Имени И По школе Я его Знал Как Просто Слава Потом Выяснилось Что Он Савелий Когда Он Уже В институт Поступил А Когда Он Стал Очень Известным Реставратором Он В частности Консультировал Фильм Тарковского Андрея Рублев Вот И Там У него Даже Какая-то Эпизодическая Роль Вот И Мы С ним Вот Постоянно Тоже Общались Втроем Везде Ходили Потом Стали Заниматься Источными Науками Все Остальное Бросили Да Вот Аимщикова Я звал Савва Савелевой Савва Слава Когда Я у него Спросил Как же Мне Тебя Звать Он Сказал Да Зови Как В детстве Зывал Славка Значит Слава Савелий Савва Реставратор Поэтому Я его Коротко Звал Просто СССР Ямщиков Понятно Про него В интернете Материалов Очень много Можно Посмотреть И Дом Где была Его Реставратор Мастерская Это Рядом Дом Поливанова На Улице Бурденко В Москве Там Сейчас Его Кабинет Сохранился Дочка Марфа Там За этим Следит В общем Очень Интересный Мужик Был И Мы С ним Расстались В Каком Году Дай Бог Ну Да Как Школу Кончили В 56 Он В Точные Науки Не Пошел У него Другая Ну Вот Показываю Савелия Емщикова Значит Он В Точной Науке Не Пошел Потому Что У нас Была Такая Более Старшая Подруга Людмила Кузнецова Она Ему Подсказала Дорогу В Искусство У него Склонность Была Выше Он Пошел Туда И Стал Там Один Одним Из Ведущих Деятелей Его Юбилей Памяти Проводится Постоянно И он Много Делал Для Псковской Земли Он Похоронен Вот его Могила В имении Вульфов В Пушкинских Горах А в Пскове Ему Поставили Памятник Очень Интересный Мужик Был Вот Мемориальная Доска Это Недалеко От Дома Где Была Его Резационная Мастерская Там Повесили Такую Мемориальную Доску Ему Интересный Был Мужик Ну я его Когда увидел После Пятидесяти Лет Я просто Обалдел Он был Довольно Спортивный Парень Вот Ранние Фотографии Посмотреть Мы играли В баскетбол А когда Я его Увидел Он сидел Как бочка Я говорю Словак Что с тобой Случилось Ну что Старик Хочешь Два литра Каждый день Он был Очень Популярен И куда бы Не приехал Везде Сразу Встречи Банкеты В результате Вот В 70 лет Где-то Он Умер Сразу После 70 лет Николаевич Вот Мне Очень Интересно Спросить Вот Эта Идея Что Будущее Наше Если Было Без Начальников И денег То Это Было Что Надо И Эволюция Развития Человечества В конечном Счете Все равно К этому Придет Так Как Вы Так Думаете И я Так Думаю Что В конечном Счете Общество Станет Человеческим Но Это Когда Будет Мы Не Знаем Потому Что Сейчас Пока Вот Эти Деньги Управляют Миром И Управляют Миром Начальники А Вы Говорили В прошлый Раз Мне Что В Израиле Есть Какое Местечко Где Люди Живут Без Начальников И Денег Вы Не Напомните Вот Сейчас Я Хочу Тому Точнить Кое Что Вот Это Мест Дело Заключает В В истории Человечества Является Развитие Разума Это Положение Можно Строго Доказать И Это В моей Книжке Есть И Значит Развитие Разума Происходит В два Этапа Первый Этап Это Технологический Когда Познается Материальный Мир И На базе Познания Этого Материального Мира Жизнь Людей Постоянно Улучшается То есть На заре Человеческой Цивилизации Ему Было Предложено Выбрать Либо Царя Земного Либо Царя Небесного Ну Как Известно Евреи Избрали Царя Земного А Ислам И Христиане Избрали Царя Небесного А Развитие Разума При Царе Земном А в качестве Такового Естественно Очень быстро Сформировались Деньги Развитие Происходило За счет Того Что Всех Обеспечить Хорошо Естественно Было В то Время Невозможно Поэтому Деньги Средотачивались У богатых Из-за Их Стремления К более Лучшей Жизни То есть Они Например С лошади Хотели Пересесть В автомобиль Из автомобиля В самолет Вместо Свечей Использовать Лампочки И так Далее Они Соответственно Поддерживали Науку И Те Страны Которые Наиболее Сильно Грабили Другие Это В первую Очередь В то Время Была Британская Империя Они Очень Быстро Развивались Быстрее Других Значит Ну Тот же Ньютон С которого Практически Началась Современная Наука Он Как Известно Является Англичанином Кроме Того Куда Вы Сегодня Не Посмотрите Свет Горит Там Транспорт Ходит Ну Все Что Угодно Все На Электричестве Основные Результаты Тоже Были Получены Там В Англии Это Значит Фарадей Точнее Его Слуга Первым Указал На Это Дело Значит И Максвелл Сегодня Все Человечество Живет На Этих Достижениях А Были Получены Они Благодаря Тому Именно Что Англия Грабила Все Остальные Работы Все Остальные Народы Но Зато Она Обеспечила Грандиозный Научный Прогресс То есть Высший Разум Очень Четко Сформулировал Как Развиваться Человечеству Вот Первый Этап Технологический Развивался Именно Таким Образом Под Властью Царя Земного Именно Денег А Сейчас Во второй Половине Века Уже Все Фундаментальные Процессы Разум Познал Четыре Типа Фундаментальных Взаимодействий Есть Я сейчас Подробно Не буду Говорить Об этом Деле Все Познано И сегодня Наличие Богатых И власти Денег Становится Нерентабельным И дефицит Заставить Человечество Перейти К новой Социальной Организации Для Познания Иррациональных Основ Мироздания Значит Можно Только За счет Того Что мы Обеспечивать Будем Всех Людей Потому Что мы Не знаем В ком Появится Вот эта Первая Искорка Которая Приведет К продвижению Мы Например Сегодня Не знаем Даже Что такое Жизнь Как вот Из материального Объекта Рождается Вдруг Вот эта Иррациональная Суть Человека То есть Есть Некая Граница На уровне Элементарных Материальных Объектов Она Понятно И хорошо Известна Это Элементарные Частицы Я всегда Говорю Что самым Великим Философом В истории Человечества Был Владимир Ильич Ленин Благодаря Только Одной Фразе Все Обычно Говорили Чем Материализм Отличается От Идеализма Материя Первична Создания Вторична А что за этим Кроется Никто Не говорит А другие Наоборот Говорили Первична Сознание А материя Вторична А что за этим Кроется Тоже Никто Не знает А Ленин Дал Абсолютно Точную Формулировку Хоть она Была Неправильная Но она Открыла Суть Этого Вопроса Он Сказал Что Электрон Так же Не исчерпаем Как И Раз Электрон Так же Не исчерпаем Как И Атом То есть В него Внутри него Будут Постоянно Находиться Все более И более Сложные Структуры А оказалось Это не так То есть Существуют Элементарные Частицы В отношении Которых Задавать Вопрос Что Находится Внутри Запрещено Это Уже Граница Иррационального А вот В больших Объектах В каком Смысле Запрещено Запрещено Потому что Эта частица Дальше Не делится Она поэтому Называется Элементарной Задавать Вопрос Что Внутри Мы Не можем Внутри Мы Не знаем Там Иррациональная Суть Проявляется То Что Сегодня Физика Начинает Туда Двигаться То Что Во-первых Уравнение У Шредингера Наряду С частицей Есть Волна Кроме Кроме Того Значит Вот эти Вот Все Современные Изыскания Когда Частица В один Момент Можешь Находиться В одной Точке И за Миллиарды Километров Что Это Значит И как Мы Пока С Классической Материалистической Точки Зрения Описать Не Можем Математика Это Вполне Описывает Решить Тем Больше Массив Интеллекта Мы Должны Иметь Из Математики Мы знаем Что Величина Флуктуации Пропорционально Корню Квадратного Из Массива Интеллекта То есть Оказывается Что Рост численности Населения Абсолютно Коррелирует С ростом Прогресса Науки Поэтому Сегодня Поскольку Мы Материальный Мир Уже С элементарной Точки Зрения А именно Со свойств Элементарных Частиц Познали Технологическое Развитие Закончилось Раньше Миллиардерами Были Люди Которые Ну Тот же Форд Который Впервые Построил Конвейер Другие Которые Спонсировали Эти работы А сейчас Мы имеем Миллиардеров Которые Тик-Ток Изобретают Чтобы люди Просто сидели В компьютере И теряли Время А с точки Зрения Жизни И в первую Очередь Продвижения В энергетической Сфере Никакого Нет И вот Оказалось Что Энергетическая Сфера Именно Та То Направление Которое Заставит Человечество Привести К новой Социальной Организации Я это Понял Где-то В середине 90-х Годов Потом Написал Книжку А с середины 90-х Годов Я продвигал Новую Энергетическую Программу Которую Путин Озвучил Еще на Саммите Тысячелетия В Организации Объединенных Наций Он сказал Что Атомная Энергетика Должна быть Избавлена От Обращенного Урана И Плутония Дело Было Так Я был Знаком С Никитичуком Это Был Во Фракции Коммунистической Фракции В Госдуме Он был Депутат От Сарова Это Ядерный Центр Я ему Рассказал Об этой Энергетике Он Рассказал Зюганову Мы тут С Зюгановым Встретились Я ему подробно Это Рассказал Он Пошел К Путину Это Рассказал И Путин Это Дело Озвучил И нам Тогда Дали Возможность Провести Два Первых Эксперимента Первый Мы Вообще Бесплатно Провели В Дубне Мне там Это Разрешили Его Сделать Еще до Этого В 98 Году После Того Когда Путин Это Озвучил Нам Дали 500 Аж 500 Тысяч Рублей И мы Провели Тогда Первый Эксперимент В Дубне В этом Протвино На эту Тему И показали Что эта Энергетика Работает Но потом Вот Случился Но она Устроена Очень хитро Как оказалось У него Есть и Военные Приложения Которые Были Выявлены В такой Истории Тогда Случился Инцидент С Литвиненко Если Вы Помните Его В Лондоне Отравили Полонием 210 Меня Попросили На Раш Тудей Которая Тогда Была Трансляция На Англию И на Францию Я Сказал Что Полони 210 Привезли В Англию Очевидно Для того Чтобы Литвиненко Травить Ему Было И битой По голове Хватило А Просто Полони 210 Был Элементом Который Ценировал Ядерный Взрыв В первых Бомбах Я Сказал Что Очевидно Готовится Ядерный Терроризм А у нас Есть Средства Контроля За Ядерным Терроризмом Значит Меня Тут же Прогласили В Штаты Я Сам На всякий Случай Не полетел А полетели Вот Наташа Показывала Троих Которые Со мной Работали Это Валерка Волков И Лешек Богомолов Вот Они Слева Это Лешек Богомолов Валерка Волков Волков Который Мне Помогал Очень И я А Лешек Богомолов Ему Уже Сейчас Надо Ставить Памятник Потому Что Выживание В 21 Веке Будет Обеспечено Только Благодаря Тому Что Он Создал Ускоритель Коэффициент Полезного Действия Который Является Достаточно Высоким Он Называется Улов Этот Ускоритель Ускоритель Линейный На обратной Волне Это Величайшее Достижение Человеческой Цивилизации Которому В подметку Не годится Ничто Другое И Мы С ним Объединились У меня Он Позвонил У тебя Есть Технология А у меня Есть Инструмент Для Ее Реализации И мы Стали Вместе Продвигать И я Вот Тогда В этом Интервью Сказал Что Это Возможно Сделать С помощью Ускорителя Богомолова Контролировать Ну Американцы Сообразительный Народ Сразу Меня Пригласили Богомолов И Волков Туда Полетели Даже В Конгрессе И в Сенате Об этом Рассказывали И В результате Американцы Дали контракт На 70 Миллионов Долларов Который Выполнялся В Дубне Потому Что Протвино Я Заблокировал Возможность Выполнения Этого Контракта Потому Что Там Военные Приложения То есть Если Ускоритель Богомолова Поставить На самолет И у всех Есть Энергетика На базе Этого Ускорителя То Значит Ускоритель Есть у всех А он Размещался Просто На самолете И Такой Самолет Летит Один Импульс Сотой Доли Секунды Если Он В режиме Инспекции Он Обнаруживает Есть Там Делищиеся Материалы Или нет А если Он Летит Над Авианосцем И Такой же Импульс Но Переведен В боевой Режим Просто Чуть-чуть Ручку Подкрутить То Реактор На авианосце Сразу Плавится И Поэтому Наш Авианосец Американский Никогда Не отойдет От берега Потому Что Если То же Меси Кубы И тем Более В Персинский Залив Не отойдет А поскольку Прямые Войны Уже Невозможны Когда Изобрели Ядерное Оружие Поскольку Первые Удары Будут Нанесены Естественно По военно-политическим Центрам То Великие Маршала Никогда Не отдадут Приказа Начать Войну Такую Поэтому Все Свелось Впервые В истории Человечества В течение Длительного Такого Времени Нет Крупных Войн А придумали Вот эти Идиотские Гибридные Войны Которые Мы Сегодня Наблюдаем Везде Чтобы Парить Мозги Людям Вот И Когда Американцы Это поняли Нам Работать Полностью Запретили Богомолова И Волкова Убили Мне Испортили Легкие Добивать Меня Не стали Поскольку Из меня Много Чего Можно Извлечь Еще А я И у меня Часто Просят Чтобы я Еще Что-нибудь Рассказал Я говорю Ни Ни Хрена Не Дам Буду Удавать По мере Только Надобности И Так Что Это Я Делаю До Сих Пор Вот Но Сейчас Уже Совершенно Четко Выяснилось Что Без Этой Энергетики Человечество Не Выживет Ну Сценарий Чем Больше Это Дело Будет Затягиваться Значит Тем Больше Крови Люди Прольют Чем Быстрее Они Перейдут К Этой Энергетике Тем Лучше Будет Для Всего Человечества Переход Этой Энергетики Как Я Сказал Он В первую Очередь Ликвидирует Элитарность Государств Я Всегда Говорил Простую Фразу Что Есть Три Крупных Особо Крупных Потребителя Энергии Это Соединенные Штаты Китай И Европа Я Всегда Говорил Кого По Вашему Первым Будет Уничтожать Естественно Европу Сейчас Это И Происходит Это Война На Украине Значит Поставки Туда Скоро Прекратятся Мне из Европы Постоянно Звонит Ситуация Там Резко Ухудшается Если Россия Будет Продолжать Валять Дурака То Сибирская Республика С помощью Китая Отсоединится От России И Та же Ситуация Будет В Восточной Части России И Это Уже Будет Достаточно Быстро Я Не Исключаю Поскольку Волнения В Европе Уже Начались Я Не Исключаю Что Это Уже Можешь Начаться В этом Году И Тогда Все Пройдет Через Очень Большую Кровь Для Того Чтобы Этого Не Было Россия Должна Бросить Валять Дурака И Начать Развивать Мою Энергетику На базе Ускорителя Богомолова Значит Ему Немедельно Надо Поставить Памятник Потому Что Выживание Человейства Будет Обеспечено Только Благодаря Тому Что Он Создал Свой Ускоритель Он Кстати Был Проверен Значит Американцы Проверили Так Это Или Не Так Меня Пригласили В Саров Лешечка Просто Не Пускали В Саров Поскольку У него Две Дочки За Рубежом Одна В Южной Африке А Вторая В Англии Они Уехали Еще В советское Время По Обмену Поэтому Документацию В Саров Передавал Я Значит Принимали Меня Там Супер Шикарно А Когда Документацию Передал Первые Три Секции Ускорители Сделали Привезли В МИФИ В Москву На испытания Чтобы Богомолов Мог Принять Участие В Этих Испытаниях Провели Все С ответом Сошлось После Этого Мне Путь В Саров Закрыли Оттуда Мне Мужики Сразу Позвонили Как Только Перестал Ездить Приехали Туда Американцы Им Передали Образец Ускорителя И Всю Документацию И После Этого Мне Рассказывают Что Они Наши Злейшие Вороги Это Все Сказки Для Идиотов Потому Что Штаты Самое Страшное Для Штатов Это Гибель России Я Это Говорю Тысячу Лет Потому Что Первое Что Было Сделано Об Этом Кстати Дворкович Заявил О Том Что Высшим Приоритетом России Является Устойчивость Соединенных Штатов Я его Стал Везде Цитировать Его Тут же Убрали Сейчас Нигде Не Видно А для Штатов У них Женет Своей Обогатительной Промышленности На Востоке Соединенных Штатов Примерно 40% Атомной Электрогенерации Если Туда Мы Не Будем Поставлять Уран То Штаты Погибнут Сразу То Первое Что Было Сделано После Распада Союза Было Подписано Соглашение Гор Черномырдин Вы Можете Посмотреть Это В соответствии С которым Весь Уран Туда Поставляется Точно Так же Как И На Украину А После Вот Этого Скандала Когда Через Линию Фронта На Хмельницкую Станцию Везли Уран И Несведущие Люди Арестовали Это Дело Это Дело Замяли Говорить Об этом Прекратили А Поставлять Уран Теперь Говорят Фирма Вестенгаус Поставляет ТВЭЛ На Украину А Чей Там Уран В Этих ТВЭЛ Российский Весь Полностью Если Прекратить Эти Поставки Война На Украине Кончится Мгновенно А Штаты Загнутся И Никто Этого Не Знает Один Я Знаю Это Кино Для Дураков Сплошного Поэтому А сейчас Уже Ситуация Становится Крайне Тяжелой В Европе И поэтому Может Начаться Достаточно Сложные События И не Дай Бог Если Они Затронут Россию Тогда Задача России Сегодня Объединиться С Исламским Миром Поскольку Они Приняли Царя Небесного И Составить Баланс Под руководством России Сбалансировал Должен Близний Восток Индия И Китай Но Россия Как Основной Производитель Нового Вида Энергии Я Пытался Так Сать Чтобы В России Все это Запатентовать Чтобы Россия Владела Всеми Этими Делами Но Россатом Поскольку Он Работает На Штаты Полностью Все это Дело Запретил Значит Когда Вот С американцами Все Выяснилось Институт В котором Я был Заместителем Директора Был Закрыт В нем В нем Сделан Арт Москва Отель По адресу Улицы Космонавта Волкова Дон 34 Любой Или 36 Не помню Любой Может Посмотреть Подъехать На улицу Космонавта Волкова И посмотреть Мой Институт Там сейчас Старт Отель Москва В моем В моем Кабинете Люкс Номер А меня Уволили Испортили Мне легкие И вот Я уже Много лет Мучаюсь Сижу И харкаю Но Надеюсь Что сейчас Все-таки Извиги Произойдут И мы Начнем Наконец-то Работать Поэтому я Ко всем Всегда Обращаюсь Пока Я Не отправился В мир Иной Дайте Мне Возможность Хотя бы Начать Эти работы Чтобы Сдвинуть Их С мертвой Точки Иначе У России Сибирь Будет Отобрана И в Европейской Части Будет Кошмар Игорь Николаевич Вот сейчас Такой момент Если Вы же Там Убеждаете Чтобы Там Провели Совместное Заседание В Академии Наук С вашими Коллегами Которые Уже давно Признали Что вы Правы Но при этом Ничего пока Не делают И сейчас Чтобы активизировались Вот там Наш товарищ Который Вам звонил Он как раз Хочет вас Соединить Там с кем-то Чтобы вас Я всех Прошу Чтобы Устроили Официально Я Путину Огромное количество Писем Написали Собирают По всякому Поводу По важнейшей Энергетической Проблеме Ни одного Совещания Я говорю Пригласите На это Совещание Представителя Росатома Представителя Академии Наук Еще Кого Хотите Я им Заткну Всем глотки Через Пять Минут Может Они Такие Совещания Неоднократно Проводил Зириновский Проводил Миронов Но После Американского Контракта Все это Закрыли Компетенции У них хватит Когда они С вами Встретятся Они так Глубоко В теме Что они Сразу Поймут О чем Вы говорите Да Я-то Буду Говорить На понятном Языке Никаких Проблем Конечно Сейчас В Росатоме Нет Специалистов Я понял Сначала Кириенко Взяли Который Ни малейшего Отношения Не имел К атомной Энергетике Но основная Задача Была Поставлять Уран В Штаты А все Протестовали Потом Этого Лихачева Посадили Который Тоже Никакого Отношения К атомной Энергетике Не имеет Но Ради бога Пускай любых Оппонентов Не представляет Я Любым Глотки Заткну Я сейчас Готовлю Статью Которая Полностью Будет То Что я Так сказать Сегодня Уже Открыл Так сказать Своего Багажа Я это дело В этой статье Опишу И Значит Постараюсь И прошу Всех Помочь Мне Опубликовать В каком Глобальном Серьезном Издании Если будут Вопросы Давайте Экспертное Совещание На любом Уровне Любых Академиков Передо мной Посадите Меня в Академию Приглашали Пять раз Я просто Считаю Что Элитарность В первую очередь Должна быть Ликвидирована В науке Я знаю Очень многих Академиков Буду сейчас Им звонить Я Раньше Всех Их Которые Нынче В академии Защитил Докторскую Диссертацию Раньше Всех Но В академию Я не пошел Потому что Я понимал Что если Я буду Выступать С такими Программами С того Уровня Меня Пришьют А так Дескать Какой-то Болван Там Бормочет Мы ему Всегда Глотку Закроем И вот Меня Пока До сих пор Не ликвидировали Еще Игорь Николаевич Ну вот там Мой товарищ Он Который Вам звонить Должен был Там соединит вас С кем-то из начальников Который Вот Мне сейчас Просто Достаточно Трудно Писать Но я Постараюсь За субботу В воскресенье Статью Закончить Потому что Вчера я себя Прилично Чувствовал А сегодня Еле ноги Таскаю И Погода Лезет Беспрерывно А вы сейчас В больнице Еще находитесь Или уже Выписались Я Сейчас Дома И Дождь Мне Наряду Вот с легкими Еще оказалось У меня Грибок Посадили В пищевод И у меня Харкань Вот сейчас Определяет Откуда В основном И программу Лечения Но делает Это уже В течение Примерно Четырех Месяцев Я лежал В Сеченовке И не понимаю Почему Все анализы Там нельзя было Сделать Везде Везде Направляют И везде Медицина Платная Оказывается Я везде Плачу Хотя я Чернобыле Инвалид Чернобыля Игорь Николаевич Наташа Скажите Пусть она Вашу карточку Покажет Еще раз Чтобы люди Которые Хотят вам Помочь Могли Денежку Перечислить Карточку Пусть Наташа Поставит Там Вот Поэтому Значит Мне бы Хотя бы Продержаться Еще Год Чтобы Запустить Эти работы Но для Этого Нужна Помощь Людей Которые Понимают Реальную Ситуацию Которая Есть И к чему Мы идем Чем Больше Мы затянем Работы По новой Энергетике Я повторяю Тем больше Будет Пролита Крови Я вот Сегодня Основную Энергетику Уже Давно Озвучил А сейчас Значит Энергетику Вот Для Автономных Объектов Это После того Когда Росатом Сделал Глупость И Паспортизировал Применение В народном Хозяйстве Никелю 63 Я Я Немедленно Взял Патент На Эту Тему Он Сейчас Уже Оформлен И Ожидают Сколько Месяцев Он Уже Представлен Кроме Того Я Путину Написал Письма По Значит Был Такой Эпизод Мне Кто-то Позвонил И спросил Какая Атомная Энергетика Должна быть В космосе Ну Я Думал Обычные Журналюги Я Говорю Только Плутоний 238 Потому Что Вот Китай Сейчас Озвучил Свою Космическую Программу Ядерную Там Сплошные Глупости Сейчас Я Не буду Об этом Подробно Говорить Это На базе Современных Реакторов Это Конечно Дурь Несветная Нужно Только Плутоний 200 Плутоний 238 И тогда Эту энергетику Можно Создать Кроме Того Поскольку Индия Занимается Ториевым Циклом Я туда Написал Письма И сейчас Ищут Подходы Туда Чтобы Помочь им С реализацией Ториевого Цикла То есть На эту Тему Вот я Сейчас Напишу Статью Где Эти вещи Будут Представлены Игорь Николаевич Я вас завтра Послезавтра Хочу познакомить С двумя Товарищами Которые Связаны С системой ТРИС Теория Разработки Изобретательских Задач Дело в том Что один Из них Сделал Больше Всех На планете Изобретений Официально Сделали Миллиардную Экономию Сталилитейной Промышленности И в оборонной Промышленности Я хочу Я хочу Попросить И они Вас знают Уже Они сказали Мы Острецова знаем Мы видели Его выступление Я вас Познакомлю Чтобы они Тоже Подключились И помогли Потому что На самом деле Без решения Этого вопроса Человечество На самом деле Приходит К какой-то Бездни Потому что Возникли кризисы Люди Многие думают Что это с политикой Какой-то Связано Оказывается Вот это В глубине Лежит Энергетическая Проблема Ну естественно Энергии Не хватает В Европе Уже многие Это поняли Меня постоянно Звонят Цены на все Дико растут А сейчас Это В России Нефти На 10 лет При современном Уровне Потребления О чем Думают Люди А скажите Что Сахаров Вот вы С Сахаровым Встречались Как я понял Да Как Как это Произошло Вот Какие Точки Очень Очень Просто Институт В котором Я работал Мы Решили Его пригласить На встречу Чтобы По многим Вопросам Поговорить Я ему Узнал Его телефон Позвонил Он говорит Ну приезжайте За мной Дал адрес У него квартира Недалеко От Курского вокзала Я приехал Они там С этой Бонар У него что ли Жена была Я не помню Фамилии Ну мы там Часик посидели Чайку попили Поговорили А потом В машине Еще Потом еще В институте Долго сидели И обсуждали Сюда Гигатонный Гигатонный Заряд Это можно Сделать Подводная Лодка И Взорвите В Северном Море Что будет Что будет С Европой Я вот Когда В Голландии Был Ездил Едешь По этой Дамбе Там С одной стороны Море А с другой С другой стороны Земля Далеко Далеко Не будет А тут Какие Беспилотники Летают Которые Сшибают Это все Кино для Идиотов Игорь Николаевич Вот Да Просто Можно Сказать Вот К сожалению Сталин Не дожил До создания Вот таких Мощных Зарядов Он бы Давным-давно Уже Гибралтар Этот Пролив Из Средиземного Моря Как он Называется У меня Стало Из головы Вытаскивать Давно Там бы Была Наша Власть И Всем Было Б Сказано Туда Никого Не Пускали И Всем Было Сказано В Европе Не будет Ни одной Армии Живите По новым Законам Ведь Войны Нужны Кому Только Простым Людям Они Не Нужны Я Вот Когда Был Советский Союз По Все Страны Народ Демократии Везде Ездил У меня Были Везде Друзья Что Нам С ними Делить Мы Вместе Работали Все Воюют Только Начальники И Хозяева Чтобы Иметь Под Собой Больший Кусок Капитализм 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 Немножко Задержался Он Свою Роль Он Выполнил Полностью Свою Роль А роль Церкви Тогда Была Не Дать Уничтожить Слишком Много Народу Поэтому Она Не Проповедовала Истинных Глубоких Ценностей Христианства А именно Не Можете Служить Богу И Мамонне Сталин Ба Перекрыл Вот этот Пролив Средиземное Море И Во всех Странах Вместо Армии Везде Было Написано Не Можете Служить Богу И Мамонне И Вся Европа Немедленно Вошла В состав Советского Союза Денутся Все Вот эти Коммерсанты Начальники Которые Пытаются Управлять Людьми Куда Они Денутся При Переходном Переходном Ну Откуда Я знаю Это Не Мой Вопрос Я Занимаюсь Энергетикой А Как Они Будут Решать Свои Проблемы Это Их Проблемы Мне Что-то Удалить Понятно Игорь Николаевич Я Вас Очень Благодарю За Нашу Встречу Хочу Попросить Вас О Следующей Встрече Потому Что Мы Хотим Вас Поддержать И Поэтому Кто Как Может Еще Раз Предлагаю Чтобы Наташа Вашу Карточку Показала Самое Главное Чтобы Додавить Наконец Наших Вот Этих Начальников Которые Блокируют Эти Работы По Приказу Амеров Чтобы Либо Они Прекратили Это Безобразие Либо Устроили Дискуссию Что Они От Меня Прячутся И Не Хотят Обсуждать Если Есть В Росатоме Возражения Против Моей Программы Давайте Сядем За Один Стол И Пускай Они И Выскажут И В той Академии Наук Чего Не Валяют Дурака Игорь Николаевич Я Очень Хочу Вас Поддержать Потому Что Я За Человечность За Человечество За Лучшее Будущее Как И Вы И Вот Сейчас Сколько Не Это Не Надо Говорить За За Все Так Надо Говорить Фундаментальную Весь Я Подчиняюсь Законам Этого Мироздания В соответствии С которыми Развитие Разума Не Может Быть Прекращено А А Это Означает Что Численность Все Люди Должны Быть Равны Равны И чтобы Денег Не Было И Начальников Не Было Конечно Да Ну вот Я Как раз Об этом И Говорю Потому Когда Есть Деньги И Начальники Всегда Кто Всплывет А Кто Всплывает В первую Игорь Николаевич Мне один Приятель Говорил В будущем Общество Будет Не Социалистическим Не Капиталистическим Не Коммунистическим А Человеческим Ну Это Такая Метафора Я Думаю Просто Дело Надо Точно Говорить Что Такое Человеческим Это Фарисейское Высказывание Поскольку За этим Ничего Не Кроется Надо Говорить Что Оно Будет Адекватно Устройству Мироздания То есть Адекватно Законом Создателя И Все Это Как раз Такие Требуют Объяснения И Поэтому Мы Встречаемся И Стараемся Понять Друг Друга Потому Что Я Не Физик А Как Говорится Лирик А При чем Тут При чем Тут Физик Каждый Понимает По-своему Вот Эти Даже Слово Каждый Понимает По-своему Почему Абрамович Должен Ездить На Пятисот Метровые Яхты А Какой Ты Сидеть И Собирать Подаяния С какой Стати Это Правильно Это Все Все Очень Просто Надо Объяснять Так Это Жесть Человеческое Общество Когда Нет Бедных Когда Вы Говорите Человеческое Общество Все Говорят А Конкуренция Решает Вся Проблема Старая Парадигма Конкуренции Это Есть Человеческое Общество Поэтому Говорите О Создателе Потому Что Не Вы Этот Мир Создали Это Все Надо Создател Потому Что Никогда Это Правильно Сразу Понимает Потому Что Каждый Человек По Мере Своей Компетентности По Мере Своей Дозрелости Потому Что Яблоко На всех Падало Но только Нет он же Открыл Когда Яблоко Упало Правильно Ж Оно же На всех Падало Шансы Падают На всех Как идет Дождь На улице Кто Дозрел Он поймет Кто Не дозрел Как говорится Имеющий Уши Да услышит Ну Не слышат Люди О чем Речь идет Если Они В этом Деле Глубоко Не погружены Поэтому Здесь Популярное Объяснение Поэтому Я пытаюсь Вас все Время Доставать Этими Вопросами Рассказали Свою идею А мы Вам Будем Помогать Активно Да Вот Александр Вопрос Хочет Игорь Михайлович Я Как Так сказать Потомок Купечества Хочу Сразу Спросить Что Можно Сделать Сейчас Пока Вот это Совещание Там не Собралось Что-то Можно Сделать Восстановить Чертежи Там Не знаю Собрать Эту Технологию Может Быть Потом Даже Изготовить Зачем Минат Нам Нужен Или Без Него Вообще Никак Нет На Ускоритель Нужно Иметь Доступ Нам Китайцы Два Раза Деньги Переводили Но Работу Нам Запрещали Я Не могу На Кухне Эту Работу Делать А Какой-то Подготовительный Этап Можно Сделать До Ускорителя Нет Нельзя Да Конечно Надо Прям Ну Делать Он Будет Стоит Несколько Десятков Рублей И Вы Отдельный Дом Сможете Поставить Это Дело У У Него Период Полураспада Примерно Сто Лет Примерно В Течение Семидесяти Лет Практически Постоянные Характеристики То есть Вам на всю Жизнь То же самое Транспорт То же самое Значит Какие-то Удаленные Объекты Все То что На улице Светит Зачем Провода Тянуть Поэтому Задача Первая Чтобы Вообще Никто Не возражал Вот провести Эксперимент По получению Никеля И все И показать Какая там Цена Они же Враги Там враги Они не Не хотят Это делать Ну естественно Поскольку Там будет Применяться Ускоритель Богомолова Если он будет У всех Что Штаты Сразу Ноль Вот Причина Истинная Игорь Николаевич Один вопрос Такой А У них У всех Деньги Лежат Там Штаты Погибнут Они все Сами Пропадут Тут же Вот У нас Есть сознание И подсознание И в социуме То же самое Есть осознанные Истины И неосознанные Вот эти все Правительства Которые Конкурируют Между собой Спорят Воюют И так далее Они понимают Вот эту идею Что они В принципе Воюют За энергию Они Они ничего Не понимают Они воюют За то Чтобы под ними Был Как можно Больший Кусок Да Потому что Если у тебя Еще начальник Наверху Есть То ты От этого Куска Должен Начальнику Отнести Сначала А потом Себе Начальник Закроет Глаза Чтобы ты Себе Смахнул Да Вот Самое Неприятное В чем дело А если Начальников Нет Люди Просто работают И все Вы говорили В Израиле Такой кусок Места есть Как вы Кибуцы Там Вот без начальников Живут И все Прекрасно Да Ну да Нас водили туда На экскурсии Когда По линии Чернобыля Туда На лечение Отправляли То Под Яфой Там есть Кибуц Нас туда На экскурсию Водили Там никаких Денег Абсолютно Ничего Нет Живут Люди Работают Каждый Делает Своё Дело То Что Он Умеет Все Замечательно Нужно Тебе Покушать Идешь Покушаешь Нужно Тебе Спать Идешь Спать И никаких Проблем Вот Есть такое Представление Чисто Примитивное Что Например У паровоза Должен быть Машинист Поэтому У большинства Людей В массе Своей Есть такое Представление Что у людей Должен быть Начальник Паровоз Это Чисто Материальный Объект У него Иррациональной Суть Нет Он К развитию Никакого Отношения Не имеет Его Каким Сделали Таким Он и ездит Вот Хороший Ответ Да Отлично А человек В отличие От паровоза Способен Развиваться Правильно Правильно Вот это Хороший ответ Спасибо Игорь Николаевич Я думаю Это поможет Многим Это понять Вот это Поможет Игорь Николаевич Позвольте Мы в следующий раз С вами Еще встретимся Когда вам Будет удобно Например Через Сколько дней Ну я Просто не знаю Вот у меня 22 Я иду На очередную Консультацию Значит Меня Гастроэнтеролог Будет Принимать Там Вроде Должны Определиться С программой Моего Лечения Что делать Как лечить Это грибок Как лечить Легкие После этого Я буду знать Какая у меня Будет программа Ну я могу С вами Если даже Меня в больнице Положат Я значит Могу Из больницы С вами Побеседовать Какая у меня Разница Да Это мы Побеседуем Просто я жду Когда я вам Сделаю Иглотерапию И покажу Метод ключ Чтобы вы могли Этим пользоваться Чтобы повысить Иммунитет И повысить Общее состояние Общего Так что я Ожидаю У вас Гости Ну ради Бога Спасибо Игорь Николаевич Обнимаю Будьте здоровы Спасибо Спасибо вам Тоже Охраняйтесь Да Жизнь Человек Просветим Да Как можно Больше людей Чтобы они Заняли Правильную Позицию В этой жизни А пусть Вопросы Там напишут Под видео Что Пора Переходить Под власть Бога Небесного Ну имеется ввиду Думать своей головой Подчиняться совести своей Быть рабственно Воспитанным Духовным Да нет Познать Не духовным А познать Законы Мироздания Да Понять Как они Должны Развиваться Мы об этом Постоянно Говорим И жить В соответствии С этими законами А главный закон При этом Что люди Все должны быть В материальном Праве Равны Мы говорим Об одном и том же Разными словами Потому что У меня своя Аудитория Восприятие А вы говорите Есть законы Природы И люди Должны им Соответствовать А я говорю Как Толстой Что в этом Запутанном Разнообразии Вещей Есть единственный Компас Это совесть А вы говорите Причем тут совесть Есть законом Я не знаю Просто Что такое совесть Мы говорим Об одном и том же Разными словами Если бы Например В законах Мироздания Я вот Всегда говорю О том Что У меня Эта проблема Была Когда начался Вот этот бардак В Советском Союзе Я бы мог Стать Миллиардером Гораздо раньше Чем все другие Потому что Мы с моим Приятем Просто поняли Как в то время Можно было Получить Любые деньги Это вот Конвертация Валют В пятой категории Я об этом Рассказывал У меня В 89-м Годом Был В руках Контракт На 100 миллионов Долларов Который Я мог Положить В карман Тут жена Моя Ругалась На меня Мы провели Пробный Контракт Получили Деньги Построили Поселок Чернобыльцев Который Я назвал Кстати Энергия 2000 Можете Посмотреть В районе Чехова СНТ Энергия 2000 Потому что Я думал Что Я сумею К 2000 Году Энергетику Уже Внедрить Колупаюсь До сих пор Поэтому Потом Я просто Понял Я кстати Ошибся Надо было Эти деньги Брать И стать Миллиардером Тогда бы Я бы Никому Не говорил О возможностях Этой Энергетической Программы А просто Был Заплатил Деньги В Дубну Приехал Был Сделал Все что Надо И пока Они там Сообразили Ускоритель Богомола Заполнил Бо Весь мир Мы Например Планировали Делать Медицинский Центр На его Основе Испанцы Предлагали Один из Островов Средиземном Море И Все бы Это И вдруг Появились Эти ускорители И все И авианосец Отошел От берега Раз А у него Реактор Расплавился Отчего Отчего Почему До них Подошло Но уже Поздно А я То Сказал А я Не знал Что так Будет Оказывается Вот как Надо было Делать А я Болван Деньги Не взял Нет Нет Это Путеводная Путеводная Звезда Как говорится Человек Не может Быть Иным Чем До этого Вот Я не Додумался В то Время А так Мы Поняли Как любые Деньги Сделал Мне Он На периферии Там В союзных Республиках Можно было Брать Сколько угодно Этой валют Пятой категории Я даже Цифры Помню Как Конвертировали Польша Один К четырем Чехословакия Два и семь Венгрия Два А Болгария Вообще Один и восемь Рубля За доллар Спасибо Игорь Николаевич Понимаю И все Эти страны Поскольку Они уже Из-под власти Советского Союза Хотели Уползти А это Был Их долг Еще Поэтому И оказывается Неправильно Потому что Это долг Мы Немножко Сбудрились Да Да Молодец Весь Долг Просто Потом Ликвидировали А если Б я Эти Деньги Забрал То Они По крайней Мере В России Остались Понятно Тоже Была Ошибка Ну вот Предвить Я в то Время Это Не мог Как говорится Каждому Человеку На свете Как только Он родился Выпадает Шанс Величиной С планету Ну Все Зависит От того Насколько Мы к этому Готовы Насколько Мы понимаем Жизнь Чтобы Этим Шансом Воспользоваться Вы Правильно Все Сделали Игорь Николаевич Иначе Мы Вас Не знали Мы Мы Вас Не Уважали Не Любили Если Вы Так Распорядились Как Вы Сейчас Предполагаете Вы Не Можете Быть Иным Иным Человеком Вы Не Можете Быть Потому Что Вы Настоящие И Поэтому Мы Вас Уважаем И Поэтому Вы Создаете Эти Вещи Все Прочее Сейчас Это Не 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 Буду Об этом Говорить Это Целая История Не Будет Спасибо Игорь Николаевич Я Надеюсь Мы Вас Не Утомили А наоборот Вдохновляем Я Так Стараюсь Чтобы Вот Все Так Катина Мы Хочем Правда Игорь Николаевич Очень Хорош Вот Теперь Мы Ее Продадим Миллионы Вам Ускоритель Я Шучу А Если Смотреть Сейчас Вот Сколько Это Могло Бы Стоить В Дубне Чтобы Сделали Все Что Надо Какой Какие Там Цифры Примерных Ну Это Примерно Миллиард Рублей Как Бы И Немного А Немного Как Б Для Так Конечно Немного Но Американцы Вот На Проверку Военных Приложений Я Говорил Дали 70 Миллионов Долларов Тот Контракт Который Выполнялся Вот Примерно С Шестого По Девятый Год В Дубне Кстати Этот Как Его Значит В голове Стало Проваливаться Значит Вот Забыл Чего Начал Говорить Забыл Вот Американский Контракт Сделали Он Вот Я говорю Стоил 70 Миллионов Долларов Они Дали Да Вот Что Я хотел Сказать Значит Естественно Он Был Никому Я Везде Писал Письма Что Делают Такой Контракт Для Американцев Это Безобразие А мне Совсюду Отмечали Нет Такого Контракта Нет Такого Контракта У меня Все эти Письма Сохранились Ответы Значит Мой Сотрудник Работает А мне Отвечают Что Такого Контракта Нет И Тогда Генерал Хануков Это Референт Патрушева Я Туда Часто Доездил Они Сидели В здании ВПК Там В сторону От Ильинки Он Мне Говорит Напишите Вот Это Письмо Доказательства У вас Будет Я Пришел Домой Открыл Почтовый Ящик Там Лежит Дискетка Открыл И Там Отчет По этому Контракту Он У меня Дома Спрятан А Демонстрирую Я его Только Одну Главу Пока То есть У меня Просто Отчет По этому Контракту Есть Лучше Никому Никому Не говорите Ну Почему Я Это Всем Говорю Я Его Просто Очень Надежно Спрятал Да Все Правильно Игорь Николаевич Один Раздел По анализу Ускорителей Где лучше Всего Делать И там Показано Что Это Лучше Всего Делать В Протвино То Значит Это У меня Просто В Компьютере Всем Кто Хочется Я Эту Главу Показываю Чтобы Доказать Что Такая Работа Действительно Была И Такой Контракт Был На Американцев Выполнен И Все Технологии Им Переданы Что Мне Скрывать Мне 86 Я Плевать На Все Хотел Убьют Им Жуха Дуракам Был Ну Вот Через День Два Я Познакомлю С кем Это Выдающиеся Личности Которые Изобретатели Высочайшего Уровня Чтобы Они Вам Помогли Тоже Они Вас Уважают Они Вас Уже Знают Так Что Вместе Мы Что Придумаем И Сделаем Да А Я Занимался Джиаром Раньше И Возможно Я Смогу Ну По Начальникам Пройтись И Что такое Джиар Это Как раз Связь С Госорганами С Корпорациями Крупными Какие-то Решения Там Вопросы Связаны В их Компетенции Если Я бы Знал Подробнее Все Что И как Тогда Я бы Запустился И Вдруг Что-нибудь Получилось Вы Увидитесь И Запуститесь Да Так Нет Все Крайне Просто Альтернативы У Этой Энергетики Просто Никаких Нет Потому Что Альтернативой Является Тормояд Что Есть Абсолютная Глобость Я На Эту Тему Статью Специально Написал Ее Удалось Опубликовать Товарищ Товарищ Который Это Сделал Его Сразу После Публикации Убили Торо И Кроме Того Это Идиотская Программа Которая Руса Там Ведет Программа Это Программа Называется Прорыв А я Называю Нарыв А Ничего Другого Нет Потому Зеленая Энергетика Обанкротилась Органика Кончается Высший Разум Совершенно Четко Предусмотрел Только Такая Энергетика Которая Ликвидирует Элитарность Будет В будущем Она Будет Производить Электроэнергию В любом Количестве Потому Что Она Сосредоточена В ядрах Урана 238 И Тория А в них 90% Всех Энергетических Ресурсов Земли Крайне Просто Он же Понимает Что он Говорит А я Понимаю Что Много Людей Не Понимает Потому Что Они Представляют Себе Этот Высший Разум Как Живое Существо Чего Как Живое Существо Высший Разум Некоторые Люди Предметно Представляют В этом Отложении Абсолютно Абсолютно Прав Ислам Который Говорит Что В отношении Аллаха Задавать Вопрос Кто Он Мужик Баба Или Телега Запрещено У него Миллион Имен Он Бесконечность Без Времени И так Далее Вот это Правильно Потому Что Запрещено Он Наполняет Весь Мир Потому Что В начале Было Слово И Слово Было Бога И Слово Было Бог И И В Исламе Написано Это Везде Высший Разум Поэтому Говорить Это Мужик Или Баба Это Преступление И Рисовать Его В виде Кого-то В этом Отношении Христианство Делает Ошибку А Ислам Абсолютно Прав Христианство Было Вынуждено Так Сделать Потому Что Триединство Надо Было Показать И Надо Было Показать Что Бог И Человек Есть Тоже Иначе Если Просто Говорили Бог Христос Не Человек То Это Нет Причем Тут Христос Как Раз Человек Человек Потому Что Это Разум Человек А я Говорю О Боге Отце Дело В том Что Христос Назвали Бога Человек На самом Деле Он Человек Просто Они Вынуждены Были Назвать Любой Человек Является Богом Конечно Он Следует Вернее Богом Сыном Если Он Следует Заповедям Бога Отца Правильно И Любой Человек Является Маленьким Будой Правильно Правильно Мы Все Носим Себе Иску Бога То есть Каждый Человек Носит Себе Все Мироздав Поскольку В нем Есть Разум Да Вот Именно Спасибо Игорь Николаевич Обнимаю Вас Крепко Душевно До встречи Здоровья Вам Здоровья Приедете Я вам Иголочки Сделаю Я 50 лет Ставлю Иголочки Лучше Меня Никто Сегодня Не Делает И методу Крюч Дам Прием Крюч Которые Использовать Вы сможете Своё напряжение Вот это Связанное С дыханием Я вам Покажу И точки И приемы И вы Приедете И мы Поработаем Жду вас А до этого Как бы мне Вот от этого Дерьма Избавиться Вот сейчас Вам диагноз Когда выставят Уже почти Выставят Грибком Мы поищем И как это сделать Чтобы избавиться От этого Конечно Конечно Я же над этим Думаю Спасибо вам До связи Спасибо До свидания Спасибо До свидания Держитесь Мы с вами До свидания